Раз в год поселок Усть-Кенельский Самарской области становится центром подведения итогов агропромышленного сезона Поволжья. Поговорка цыплят по осени считают здесь буквально обретает смысл каждый сентябрь. Не стал исключением и год 2020. В минувшие выходные здесь прошла 22-я Поволжская агропромышленная выставка. Даже пандемия не помешала проведению столь важного мероприятия. В Усть-Кенельском собрались более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии. На открытии выставки заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов высоко оценил работу губернатора и агропромышленного комплекса Самарской губернии. Гордостью сказать, что Самарские аграрии на уверенном правильном марше. Особо хотелось отметить и поблагодарить сегодня губернатора за усилия, которые направлены в области сельскохозяйственного машиностроения. Мы только что посмотрели образцы сельскохозяйственной техники, которые очень популярны в вашем регионе, во всей стране. И знаем, насколько в свое время надо было приложить усилия для их сохранения, создания. Слава самарским крестьянам! С праздником! Губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь отметил рост производства сельскохозяйственной продукции. В частности, по сбору зерна в области ожидается лучший результат за последние 40 лет. Слова губернатора подтвердил глава Ставропольского района Самарской области Владимир Медведев. Мы по валовому сбору занимаем первое место в Самарской области. У нас житница показала высокую урожайность в этом году. О, Васильевская, Олимпагра. Ну, они традиционные лидеры в Самарской области. И здесь, знаете, как в спорте, в соревнованиях идут между районами. Но мы уверенно побеждаем. Я уверен, убежден, что мы сохраним эти позиции до конца года. Труженики района традиционно занимают первые места в уборочной страде. По итогам сезона ставропольчане планируют сдать 250 тысяч тонн зерновых. Хорошие показатели также и у животноводов. 36 тысяч тонн молока и 3,79 тысяч тонн мяса сдали труженики района. К слову сказать, ставропольский район Самарской области показывает высокий результат не только в сборе зерновых и животноводстве. Ожидается большой урожай картофеля. А, по словам пасечников района, увеличивается количество ульев, что, конечно же, сказывается на объеме произведенного меда. Пользуются спросом сыры из хозяйств района. А у стенда с мясопродуктами из Нижнего Сочелеева во время работы выставки всегда был аншлаг. Начальник управления сельского хозяйства Ставропольского района Александр Чистяков знает, что такое дело время потехи час. И даже на выставке напоминает о идущих полевых работах. У нас еще остался и картофель. Нужно выкопать, значит, подсолнечник убрать, овощи убрать, значит, да. Зерновые убрали с хорошим результатом. Двести сорок тысяч тонн. То есть делу время потехи час. Потехи час, да. Участники выставки от Ставропольского района представили и совсем экзотичные для наших мест культуры. Так, крестьянское хозяйство помещиковых из Узюкова культивирует выращивание винограда. А в солнечной поляне собирают настоящий женьшень в одноименном питомнике. Промышленные товары были представлены компанией и производителем бытовой химии села Жигули. В павильоне района по праву расположились продукты уже известных в области брендов. В Тольятти молоко специально к выставке представили новый йогурт. А возрождающаяся буквально из пепла Тольяттинская птицефабрика порадовала линейкой продуктов из мяса птицы. Бронзовую лепту в успех района внесли животноводы «Зао Нива». Заслуженные дипломы и статуэтки получили хендлеры в номинациях «Первотелки» и «Коровы». Посетившие павильон Ставропольского района губернатор области Дмитрий Азаров и замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов с интересом ознакомились с экспозицией ставропольчан. У двух стендов глава региона даже попросил визитки. Отортели мастер Маргариты. Губернатор в качестве презента получил миниатюрные валенки ручной работы как талисман на удачу. Уже на выходе из павильона Дмитрий Азаров напомнил о главном богатстве района людях, которые здесь живут. Ставропольский район – это один из самых красивейших районов Самарской области, где живут красивые люди, люди труда, люди дела. И очень важно, чтобы их труд был замечен. И вот объединяя усилия, там точно можно добиться выдающихся результатов. Как это было в старь, так будет и в будущем, я уверен. Фильм о участниках 22-й Поволжской агропромышленной выставки от Ставропольского района выйдет на канале «Уникальная глубинка».